Сегодняшняя тема. Работоспособности в учреждении медико-социальной экспертизы, что ранее было запрещено. Постановление также вносит правки в правила обеспечения инвалидов собаками-поводырями и выплаты компенсации за ее содержание. Для получения этой услуги предоставлять страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования в фонд соцстраха не нужно. У кого какие болезни, у стеклодувов, профессиональное заболевание, катаракта, у работников мукомольно-крупяных и сахарных производств, бронхиты, у музыкантов, стенографистов, граверов и чертежников, пищей спазм. Врикозное расширение вен на ногах, осложненное тромбофлебитами, чаще поражает тех, кому приходится долго стоить на ногах, например, продавцов и учителей, хронические ларингиты, узелки голосовых складок, узелки певцов, контактные язвы голосовых складок, профессиональные болезни преподавателей, дикторов радио и телевидения, работников телефонных станций, у медперсонала в психиатрических учреждениях, в том числе преподавателей и обслуживающего персонала спецшкол для психически неполноценных детей профессиональным заболеванием являются неврозы. Работники радиохимических производств больше других страдают от рака. О болезнях офисных работников можно прочитать здесь. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова